И еще один страж Большого Розария, о котором идут споры, кто же это такой волк, это лев или это собака. Рассказываю. На самом деле бетонная скульптура волка в свое время украшала территорию Дома детского творчества. Там была детская площадка, на которой был домик Бабы-Яги, из которого Баба-Яга выглядывала, какие-то еще забавные персонажи были. И вот под окошком у Бабы-Яги лежал замечательный бетонный волк с хитрым взглядом, с длинным носом. Детишки на нем верхом ездили, трепали его за уши, совсем его не боялись. Но время шло, и как-то раз у волка отбились передние лапы и его хитрый длинный нос. И волка решили списать и увезти с территории Дома детского творчества. Но сотрудники Большого Розерия решили приютить бетонного зверя у себя на хозяйственной территории. Волк лежал там в тенечке, оброс благородными лишайниками, мхами, сохранял свою задумчивость. Как однажды нашелся добрый и рукастый человек, который с помощью обыкновенной стамески вырубил зверю новый нос, новые уши. И таким образом волк, вот у него типично волчий хвост старый остался, превратился некоторым образом во льва. Даже его грива стала немножко напоминать гриву такого вот старого льва. Волк стал в тенечке настолько хорош, что нам неоднократно поступали предложения отдать волка в частное владение. Но так как мы уже считали его охранником Розари, конечно же, никуда мы его не отдали. Но после реконструкции мы решили выставить его с хозяйственной территории, закрытой для посещения, все-таки куда-то на просмотр, чтобы люди могли с ним обниматься, фотографироваться. Нас даже часто спрашивают, а можно ли посадить на волка ребенка? Да, конечно, можно. Этот волк из бетона 70-х годов, который был создан специально для того, чтобы на него сажать детей. И он про это прекрасно помнит. И поэтому приходите, сажайте детишек, делайте хорошие фотографии. Страж Большого Розария будет очень всем рад.